голодные призраки они чуют и гошу подожди сейчас вырваться все нормально об видосик подъехал и привет мой дорогой друг время позалипать youtube тем более что нас подъехала новое видео и это видимо к 3 дикая охота мы продолжаем и сегодня я хочу выполнить немного все-таки сюжетных квестов от а зачем я на лошадь сажусь не надо на лошадь садиться сейчас мы с вами отправимся к ворожею ворожей давай сюда я уже его дом находил слышал маргарету-то в лесу нашли все в крови изодрана нам нужно узнать про амулет солдаты барона здесь что-то они опять что ли пришли захочу какую девку трахнуть как и трахнул и хер я ложил на всякие запреты хочу рада к мужику то столбитесь странные люди ну-ка давай посмотрим и что-нибудь интересное ну окей погнали есть там кто открывай не бойся кого духе несут чего он хочет мне нужна помощь человек а волк седой они старые его то ворожей и ждет пождет ты ждал меня кости мне так предсказали придут те что смердят насилием и смертью но волк их прогонит белый волк и пришел ворожба не врет узнаешь вещицу сделаны из елового дерева пахнет можжевельником она должна была кого-то оберегать свежая ель козьей кровью окроплена кодилом можжевеловым акурина для анны на охрану ты его сделал ворожей сделал как предки учили над мертвой водой в свете полной луны это хороший амулет зря сняла а чего он ее должен защищать у злые силы окружили во владение взять хотели старая магия что родится из небытия течет из черных истоков старая магия а точнее об этом болтать не можно этого касаться не дозволено ворожей мог дать только чуточку для охраны ничего больше поделать не мог а у него куриные лапы не маняют а на ее дочь пропали ты знаешь где они нет нет ворожей не знает но духи могут знать ворожей ворожить будет духов спросит пусть будут духи лишь бы понять где их искать 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 лучше княжны никто 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 не ищет что еще за княжна княжна коза убежала перепугалась наверное может вернемся к делу без козы без козы не выйдет началось блять ты поможешь мне если я ее приведу княжна княжна куда же ты подевалась ладно схожу за ней колокольчик колокольчик любит позвонишь ей она и придет на минуточку только береги земляники и дикой малины да я их близко не подпускаю это коварное чудище хе-хе-хе хе-хе так предмет для задания у вас новый предмет для задания подготовь его к использованию разместив его соответственно ищите чеки в окне языка и затем выберите его в меню быстрого доступа все он у меня выбран так вернуть козу мне нужно просто бегать ну конечно опа ты на ты волк ага слышу дожжа тут еще кто то ходит или чё это да кто там рычит бля вот теперь пошли к выражаю там нее так колокольчиком до нужно вести понятно что земляника интереснее чем ведьмак ну иди же не правда надо все время звонить чтобы ты шла пойдем отведу тебя к ворожеев он сохнет от тоски куда лезешь ты куда коза медведь беги глупое животное бля тут реально бы как бы побежать бы стоило бы а я понял блять просто так блять здесь охренеть блять а сколько мне его бить ой блять зачем я на этот зачем я в колокольчик то начал звонить и для этих все четко коза блять пошли не правда надо все время звонить чтобы ты шла где там твоя колокольчик ги где там твоя коза блять вон она нежна не убегай от ворожея там же волки эти волки и медведи козенька коза милая вернемся к ней тамаре ты знаешь где они могут быть кровь надо крови живого существа чем я кровь еще нужно даст хорошо сейчас вернусь это что медведя убил мы мог оттуда немного черпануть подойдет подойдет не живет не живет а и не умерла что все уже все духе больше ничего не сказали например куда они ушли где их искать пришел за ворожбой я ворожбу и даю они ушли дитя осталось чье дитя а мы анна была беременна была и скинула и барон ничего не сказал может боялся может стыдился может не помнил а может помнить не хотел это она тебе рассказала она была здесь после того что произошло не было анны это ворожба сказала ну значит так и есть не твоя вера делает ворожбу правдой а ворожба тебя до правды довести может барон как-то был связан с выкидышем у своей жены человек он порывистый горилки не сторониться а после горилки нрав у него еще круче становится он издевался над семьей анна была у тебя ты должен был что-то заметить ворожей старый слепой но княжна пришла и руку ей полизал а и что же мудрый она зверь только к тем приходит какие страдают что стало с ребенком без обряда его закопали вот он и проснулся блуждает месть и ищет и гоша и гоша и голый волк мудрый волк поймает и гошу и гоша поможет приведет к родным и гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды они не помогают потому как прокляты а ведьмаки проклятие отводят ежели белому волку не повезет пусть кровь принесет кровь всегда родную кровь найдет я слышал одному ведьмаку удалось расколдовать и гошу на сами этого никогда не делал знаю что нужно его закопать под порогом и имя дать айм ройм провести обряд имя наречения это эльфский обычай человеческий эльфский краснолюдский самый древний духом до расы дела нет духа у милости лишь дух тебе поможет спросишь ответит дорогу покажет зачем тебе кровь 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 вяжет людей на веки живых и мертвых я понимаю но что ты хочешь с ней сделать иногда брат с братом и за 100 лет не договорятся умирает один пока с другим в ссоре второй тогда кровь его ворожею приносит и что делает ворожей дядов поджидает берет кровь молоко травы и куриные когти мешает пьет и мертвого живым примиряет в этом году дядов не будет но мы и так справимся я не ослышался ты упомянул дяды это же очень старый обряд я думал его забыли везде здесь смерть таится всюду людишки-то знают что каждый приставиться может прежде чем дела завершит и тогда помочь ему нужно иначе он покоя не сыщет дяды провести нужно зажечь сальную свечу чтобы он дорогу во тьме нашел позвать его по имени утешить его в скорби тогда он с миром отойти может чтобы там не было сначала мне надо найти и гошу в полночи щи у могилки пустой если ты прав где находится могила должен знать барон так перечитать без гистарий блядь без глоссарий без бестиарий это драконоиды блядь духи и призраки это простые призраки а во а тут кстати бля серьезно здесь пишет что мне может помочь так бля я даже не знаю прикол а этих я убивал это я помню накеры и гоша сказать что и гоша отвратителен это все равно что утверждать будто говно не особо приятно на вкус вроде и верно но всей правдой передать не может ламберт ведьмак школы волка и гоша это пожалуй наиболее отвратительное из чудовищ с которым приходилось сталкиваться ведьмакам он возникает из мертвого нежеланного ребенка которого после смерти даже не похоронили надлежащим образом выглядит он как сгнивший новорожденный искаженный наполняющим его ненавистью страхом и злобой этот мерзкий монстр обычно питается силой и кровью беременных женщин которых таким образом постепенно доводят до смерти и гоша выходит из укрытия по ночам притающейся у постели беременной женщины он впитывает ее жизненные силы и силы еще не рожденного ребенка в результате сперва возникают тревожные сны затем лихорадка и бред несколько ночей спустя монстр нападает на беззащитную истощенную жертву сгрызаясь ей в шею и высасывая кровь и гоша достигает полутора футов вышины но если он сыт и достаточно силен то в минуту опасен может внезапно вырасти и принять другую форму в такие моменты он гораздо более опасен и не избегает открытых схватки кусаясь и царапаясь острыми когтями возможностей проклятия которое лежит на и гоше тогда он превращается в чура духа хранителя домашнего чага в тепле которого самому и гоше было отказано в бою поможет масло против проклятых и знак аксии масло против проклятых и знак аксии Понятно Масло я создал Поговорить с бароном Погнали С бароном надо вопросики порешать Слушай, а я у него что-то могу купить Давай просто глянем, что у него есть Да ёпт, забор, блядь, наколотил Белый волк, мудрый волк Чего ему нужно? О, нифига, я ещё могу что-то подумать Люди из деревни часто тебя навещают Но, конечно, у кого дело есть, тот приходит А с чем приходят? Если кто хочет с покойником примириться, потому как тот к нему является Но тогда уже нужно до дядов обождать Или если у кого злой дух в хозяйстве шерудит Тогда выражей его выгонит А если бы я захотел, ну не знаю Любовный эликсир? Тогда бы я колдуньи отослал Не выражая это дело Мне кое-что нужно для эликсиров Покажи, что у тебя есть на продажу Тут шкуры Эфир алхимический Понял, ладно Будь здоров Будь здоров Так, мне, короче, надо До телепорта До перехода Давай Люди, люди А кто дочь барона найдёт? Без награды не уйдёт Поздно Не, уже ещё Так, слушайте, там что-то горит Это драконы, блядь, напали? Ну там не замок, там конюшни горят Опять нажрался Ну, иди, конечно, успокой Жёстко Я сначала думал, ослик Где у ослик? Горит Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Воронка кошалеет Так пощады не жди У меня брат в конюшне Спасите его Не то живьём сгорит И он, и кони Я посмотрю Попробую Можно сделать Быстрее Так, давай Сначала тогда в конюшне А потом уже к барону Так А там, по-моему, через низ Да, можно было Пройти У меня ещё воздух Ограничен Коней надо освободить Главное ворота В конюшне А он Он в стене Ты что, дебил? Что ты там делаешь? Ну всё, лошадок спасли А вот и барон Вот он, герой Вот тебя от меня За эту бочку лирийского Я знаю, что у твоей жены Был выкидыш Это было до или после того Как ты её избил до полусмерти Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота Ты её много лет колотил В конце концов Они не выдержали И убежали Так? Оу Победить, Борода В кулачном бою Они убежали от тебя Так? Врёшь, пивер? Ты что, охренел? Ооо А, он тоже блоки ставит? Слушай Оо Хрен, на парочку ударов пропустила Надо поговорить Сначала получил Теперь давай поговорим Взял, блин, свои конюшни Испалил, блин, дебик Садись Ты их бил Я на Тамару в жизни руки не поднял А на Анну Анна, это другое дело Она всегда знала, как меня достать После того, что я видел на дворе Сложно поверить, что для Тамары Ты был любящим папочкой Да и не верь Только она всегда для меня была светом в окошке Она могла здесь делать, что хотела Вон, спроси любого Она верхом ездила Охотилась Иногда отправлялась в разъезды с моими людьми Это её присылали ко мне Когда я в бешенство впадал Только она одна могла меня успокоить Если у неё была здесь такая безмятежная жизнь Зачем она убежала? Если б я знал, ты был бы не нужен Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы 20 лет вместе Она меня видела и пьянула У него шляпа трясётся Нарядом была, когда я победителем возвращался И побитого перевязывала Он шляп Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно И за это ты её колотил За то, что она тебя бронила Эх, ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может когда-нибудь я тебе расскажу Ну, когда-нибудь, не сейчас По-моему, сейчас самое время рассказать Ты с самого начала знал, что они сбежали Знал А почему мне не сказал? Ты потратил моё время Узнай ты, что я за собственной семьёй уследить не могу Ты б меня размазнёй считал И нихера б не уважал Рассказывай всё, что помнишь, начиная с дня побега И в этот раз я хочу слышать правду Я тогда пил третий день Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят Я умолял её, чтобы они остались Но она не слушала Я пытался её удержать А она вырывалась и, ну, упала А больше ничего не помню Проснулся утром По боссаных портках и с шишкой на голове А их уже и не было Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Эээ Хер ты что можешь знать Ничего у меня не осталось Ничего Только бутылка Что-то его с шляпой там ненормально Тамара была там же? Она всё видела? Ну, разве что из-за двери Она в комнату не входила, точно А жаль Тогда, может, иначе бы всё сложилось Я на неё едва взглянул И сразу как-то спокойнее становится А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене, разлитое вино? Мы сцепились Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить Но угодила сначала в стену Потом в столб Я отступил Налетел на стол Ну, разлил вино и поскользнулся Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула А всё время с этим чёртовым подсвечником в руке Я её на лестнице поймал Мы упали, я уж думал, всё, схватил её Она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнуло У меня в глазах аж потемнело Я, может, даже на минуту Выключился Что было потом? Потом Потом было ещё хуже Я потом снова проснулся Солнце заходило А сколько дней прошло, я не знаю Я думал, всё это грёбанный кошмар Пошёл в спальню А Анну уже не застал Зато всюду была кровь Я тогда уже знал Она потеряла ребёнка У меня ком в горло подступил Я Подошёл к кровати И увидел её Она лежала там Маленькая И защитная На окровавленных простынях Мёртвая Из-за меня Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан С выкидышем Что ты сделал с ребёнком? Ну а что мне было делать? Вынезно закопал? Вот так просто? Ну не думал я тогда о погребении-то Просто хотел, чтоб всё закончилось уже Я об этом ребёнке ж мечтал Я о Нете говорил Вот он родится на свет И всё изменится к лучшему А он умер, прежде чем родился Мой ребёнок умер Понимаешь, ведьмак? Возьми себя в руки Люди вроде тебя, когда ломаются, выглядят жалко У тебя сердца нет Для того нас и подвергают мутациям Впрочем, есть и хорошие новости Твой мёртвый ребёнок поможет найти живого И твою жену Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения Перерождается в Эгошу Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью Как? Есть два способа Предания гласят, что Эгошу можно ритуально похоронить под порогом дома Тогда он превратится в Чура Это такой... Дух-хранитель Который сможет привести меня к твоей семье Ага, а что, второй способ? Убить Эгошу и взять немного крови В этом случае мне понадобится помощь ворожая Не убивай моего ребёнка, а? Он и без того настрадался Ты расколдуй его Пусть он, наконец, упокоится Прежде всего, Эгошу нужно найти Я покажу тебе, где я её похоронил И я выкопаю эту самую могилу под порогом Она и так эдак пригодится Если превратить Эгошу в Чура не получится Будет где похоронить нас обоих Чем быстрее со всем разберёмся, тем лучше Лучше всего сегодня в полночь Тогда давай тут подождём А ближе к полуночи выйдем Я покажу тебе могилу Вели людям сидеть по домам И пусть насыпят под дверью черту из соли И постарайся протрезветь Взять лопату Ну, чтобы могилу раскопать Бери, пригодится Только могилу раскапывать не понадобится Блядь, что-то интересненькое Далее Получается Еще немного Давай за мной Да нет, чё, прям зима Ребёнку дали Да нет Где там Это зря Имена сильные магические печати Это здесь Так, ну надо Выбрать Отлично, это место Первый вариант Да, оставьте меня уже Егошу превратит в чурак Хорошо, что знаешь Яма раскопанная И пустая Что это значит? Что и Гоша вышел на охоту Смотри Ёбанька, рот Возьми его на руки, быстро А если он разозлится? Он же нас мигом загрызёт Не повышай голос И не то растревожишь его Пока он спокоен Нихера себе Что ж будет-то, если он забеспокоится? Он перегрызёт тебе шейную артерию И ты истечёшь кровью Прежде чем я успею тебе помочь Скажи, если он начнёт вертеться Я успокою его магией Подними его Подними его Возьми его в руки Боги мои Боги мои Ёбай корот Вернёмся в замок Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд И обратить его в Чура Чёрт Чёрт Пщать Я просто накосячил Это тизер Похороним его Закончимся Голодные призраки Они чуют Егошу Клянусь могилой, мать Делай что-нибудь И сдох Подожди Он вертится Сейчас вырваться А-а-а Всё, нормально Успокоился Но А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего А тебе надо его зарыть под порогом Если предания не врут К следующему утру Он превратится в Чура Тогда он будет связан с твоим домом А мне поможет найти твою семью Бля Опять? Их всё больше Надо спешить Ну так давай Я не собираюсь ждать Пока нас сожрут Пока чё Охренело Опять тоже Получилось Перестал вроде Ты выбрал имя? Нет Ну так придумай какое-нибудь Это важно Ну это 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 девочка Как Анна Хотела бы её назвать? Что теперь? Повторяй за мной Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня та, что пришла, и кого я не принял. нарекаю тебя именем и и признаю дочерью нарекаю тебя да я признаю очень хорошо теперь зарой тело что теперь через сутки да я должна превратиться в чур и я останусь здесь и подожду а ты возвращайся к себе я подожду с тобой исключено но ребенок то мой я за все в ответе поздно проявлять родительскую заботу потом ты ничего не сможешь сделать но я никаких но эта работа для ведьмака я должен ждать здесь пока и гоша не превратится в чур и а ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства так призвать чур а на месте погребения и гоша взываю к тебе силой крови и заклинаю именем услышь и приди на мой зов дея укажи мне дорогу к своим кровным родичам ну и на ты как побед полетел а его никто не видит кроме меня даже никто не 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 шугается нет нет этот дебек походу увидел вот так бежать они типа недалеко что ли где то или что о блядь не добил блин надо было конечно залутать это ладно мысли ну чё пришли хуже там не лаванду держали может стоит туда заглянуть одежда здесь кто-то переодевался подкова с молокуром не хватило бы денег на коня браслет наверняка его обронила одна из них обе были здесь значит я иду правильно она хочет показать мне что-то еще а это только одно из мест кто тут блять кто тут эндерняга блять надо их вот их точно залутать я еще их не собирал сердце эндерняги блять Я быстрее побегу Нет, он не ускоряется Ну да, конечно, блять Гнильцы, блять А если я, блять, ему со спины, блять, напиздячу Нет, он сейчас взорвется Блять, еще один вылез А, еще двое вылезло Здесь уже побывали труповеды Но все равно стоит взглянуть Надо осмотреть труп лошади Нехорошо А, блять, еще один Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время Седло прогрызли Труповеды становятся все прожорливей Следы огромных когтей Это не труповед Не хватает подковы Это стечение обстоятельств Или конь потерял ее на старой смолокурне Оторвать башку Оторвать башку мог только кто-то очень сильный Здесь они, похоже, наткнулись На какую-то могучую тварь Будем надеяться Они все-таки выжили Похоже, след Будет ведет дальше Ну, погнали Петрушку, блять, соврал Дохни Дохни Да, Мишка Еще Петрушка, блять Че? Льбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место Давай осмотрим О, там кто-то есть А кто это? Идите в другую комнату Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю Ничего у нас нет Ничего не знаем Мне нужны сведения Я ищу двух женщин Жену и дочь кровавого барона Никого тут не было, сударь Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет двадцати Ее мать худощавая, под сорок Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок Я хочу помочь этой женщине Ей может грозить беда Он никого не видел, сударь Это ж ребенок Привиделось ему Вот я и хочу узнать, что ему привиделось Ну, малец, кого ты видел? Кто здесь был? Тятя привел ночью эту барышню Которая из лекаря Очень она боялась Говорила про страшное чудище И что надо вернуться Не знаю куда Тятя с мамой ее успокоили И дали ей новую одежду Потому что ее сильно истребалось Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться А вы, сударь, не похожи Ни на кого из людей ее отца Потому что я не из них Я ищу Тамару и ее мать Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности Тамара-то, небось, сидит у моего брата В Аксенфурте А с госпожой Анной тут другое дело Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вронницах У господина барона Почему? Так он ее лупил, сударь Госпожу Анну, значит Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело Я ждал их в старой смлакурни Привел коней Лютый был холод А темно так, что я на два локтя ничего не видел Месяц стоял высоко А они все не приходили Я уж бояться начал Что их какое-нибудь лихо утащило Но, наконец, они явились И отправились мы в сторону реки Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь Я решил было, что мне башку оторвет А вдобавок Эти здоровущие птицы Сказочники, блять Их целые тучи кружили над лесом А крик такой подняли Что аж в ушах звенело Госпожа Анна крикнула И скорчилась Тамара взяла ее за руку И я увидел На ладонях у нее Пылали знаки Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал Должок у меня был Перед барышней Тамарой Три луны тому назад Сын мой лежал в горячке И мы уж думали, что не выживет Тамара об этом проведала Принесла еду и лекарства А то у нас нужда такая Что в доме шаром покати Что тут скажешь? Спасла мне парнишку Сам бы я не решился помогать Но жена мне сказала Настал час войны и презрения Час вражды человеческой Теперь должна за добро добром платить Потому что кто стоит без дела Тот все равно, что зло творит Ты женат на умной женщине Жаль, вот только госпожу Анну Не спасли Промолчал Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще Словно кто все звезды погасил В одну минуту сверчки утихли А из лесу вдруг Такой рык раздался Меня холодный пот прошиб Я дух перевести не успел Как из чащи Выскочило чудище Огромное, что твой сарай рогатая И глаза горят, как раскаленные угли Я-то думал, конец мне Только чудище бросилось на коня госпожи Анны Башку ему оторвало А саму ее в лес унесло Наши кони, значит, мой и барышня Тамары Переполошились и понесли, куда глаза глядят Только потому мы избежали Тамара хотела вернуться за матерью Но на счастье жена ее отговорила Убедила, что одной ей ничего не сделать Какие знаки? Ну, такие Будто ей кто железом выжег На ладонях, изнутри Выжег? Как клеймят скот? Ну да Только эти знаки были не почерневшие А раскаленные Точно живым огнем светились Спасибо тебе за помощь А с тетенькой? Все с ней будет хорошо Я сделаю все, что смогу Значит, здесь кончается наш общий путь Благодарю тебя, Дея Иди с миром А, все Уровень 10 У меня доступно 5 очков умений 5 очков умений Короче, ну нужно что-то прокачивать А это не переносится Это просто Так, мне нужно тут что-то вкачать Чтоб у меня это открылось Да, как я понимаю Или что, блядь Типа 6 Или 6, блядь, очков Доступных Не, ну не может быть Дополнительных очков в ветви Так, увеличивает урон От мощных атак на 10 Отражает стрелы При парировании Так, прирост нападения арбалета Такой, конечно Получив урон Ведьмах теряет на 33% А вот это мне нравится А что, блядь А что здесь нужно? А, однако Так, ну мне Еще во что-то типа скинуть надо Это на тройку выучено Это на двойку выучено Ладно, давай пока арбалет прокачаем Пусть будет Так, увеличивает шанс нанести критический удар в быстрой атаке на 4% А критический урон в быстрой атаке на 25% Так, а я это и хотел А это что у меня? Солнце звезды Урон нанести критический удар в быстрой атаке на 3% Но я буду красный и синий, наверное, прокачивать Ну давай прокачиваем Быстрые атаки В любом случае Давай тогда вот так это заменим Заменим Ну как бы все, да? Так, а я могу здесь типа Так Мунтагены Мунтагены Есть красные у меня, да? Силы атаки плюс 20% Типа я прошарил эту тему Мощь знаков плюс 15 А это что? А, без разницы, да? Без разницы Ну как бы вроде все, да? Минус 50% Минус 50% здоровья Я думаю, что это вообще херня полнейшая Конечно, никак мне не поможет Грифона Кстати, а что я вообще по Грифонам Так, ну все, это уровень 10 я прокачал По Грифону Мини персонажа Нет, это не то Ремесло Болты нет Так, доспехи Так, а я типа еще не нашел? Подожди, а у меня же По-моему, это в рюкзаке, да? Находится Мне нужно выполнить Так, рюкзак Мне нужно выполнить, да? Эти задания По По поиску Снаряжение Грифона Или что? Снаряжение Грифона Подожди, ничего не понял Тут какой-то Куролиск Хотя я вообще Другого убивал И почему он Когда у меня был Грифон привязан Ну здесь Плюс 10% модификатор Шанс отрубить Конечность А здесь Шанс отрубить Конечность Поэтому вообще Не имеет Разницы Поэтому это Можно будет выложить Или мне Блять Про Грифона Узнавать У этих Так, а я далеко? Интересно Я могу где-то Тептнуться? Я прям Не вообще Я прям хочу Это узнать Давай Давай Убираемся сюда Слушай Или давай Получено Очков опыта 300 Короче, нет, ребят Я Следующей серии Просто начну Мы Попробуем Я, может быть, за кадром Постараюсь разобраться Про Грифона А то я просто сейчас Время потрачу Пробегаю Просто так За кадром Разберусь Как все-таки С этой броней Грифоновской Что там вообще Как она делается Потому что уже пора А то я как Бег, бля Бегаю Вот Разберемся с броней Если что Сами в принципе Пишите Ну Все На этом мы будем заканчивать С вами был Виктор Про игры И увидимся на следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok